Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Автоплюс. В эфире программа «Своими глазами». И в данный момент я нахожусь на Дмитровском полигоне, где остаются буквально считанные минуты до начала совершенно уникального для российской автомобильной жизни и истории событий. Я нахожусь на «Эко-ралле». Вы, наверное, никогда не встречались с такой формулировкой «Эко-ралле». Наверное, более на слуху такие вещи, как рекорд скорости, ресурсные испытания, а вот рекорд экономичности пока еще, по крайней мере, у нас в стране не проводил. И я не только могу посмотреть на это событие своими глазами и поделиться своими впечатлениями с вами, зрителями, я могу еще и поучаствовать в этом мероприятии вместе с профессиональными автогонщиками и автомобильными журналистами, которые и будут сегодня выбирать самый экономичный автомобиль, продающийся у нас в стране. Но обо всем по порядку. Первоначально я хочу познакомиться с автомобилями-участниками. Это те машины, которые сами автомобильные производители позиционируют как самые экономичные из тех, что представлены у нас в стране. Основываясь на официальных данных, организаторы отобрали пять автомобилей со схожими заявленными данными расхода топлива. Citroёn C1, Seat Ibiza, Toyota Prius, Chevrolet Spark и Skoda Fabia. Причем вас, наверное, немного смутило, что среди участников, борющихся за право называться самым экономичным, представители разных классов. Но это в сегодняшнем споре и не важно, ведь, повторюсь, организаторы опирались на данные по расходу топлива, заявленные непосредственно производителем. А отсутствие списки дизельных версий говорит о том, что в России пока еще туго с продажами автомобилей, работающих на тяжелом топливе. Тем более, когда речь идет о машинах класса А и Б. А вот единственный представитель класса C, Toyota Prius, обладает не только комфортабельным просторным салоном, но и гибридной силовой установкой. И поэтому, без сомнения, окажет серьезную конкуренцию всем участникам. И заявленный заводом расход в 3,9 литра на сотню это пока подтверждает. Кстати, организатор запретил производителям вносить конструктивные изменения, способствующие более экономному потреблению топлива. Но разрешил использовать технологии, которые доступны каждому. Именно поэтому все автомобили были обуты в резину Continental Conti Eco Contact, типа размера, рекомендованного заводом. И по такому же уравнивающему принципу в двигателе залили одинаковое масло Shell Felix Ultra. Эко-ралли предполагает и некую соревновательную часть. То есть участники будут состязаться друг с другом и доказывать, кто же из них самый экономичный водитель. И, насколько вы понимаете, тут не самое главное технические характеристики автомобиля. Очень важно именно умение самого водителя экономично водить автомобиль. Но так как это соревнование, нужно пройти некую административную проверку и заполнить кое-какие бумаги. Так что я, пожалуй, отправлюсь в автобус к студиям. Ну а потом будет жеребьевка и, наконец-таки, я сяду за руль. Каждому из участников необходимо совершить на каждом автомобиле серию из трех полчасовых заездов. При этом двигаясь в каждом из них с разной средней скоростью. Перед стартом все автомобили заправляют по полной 95-м бензином, используя сверхточное профессиональное оборудование. И только после этого выпускают на трассу. Кстати, и топливо предоставлено одним поставщиком BP Fuel, который, правда, специализируется на гоночном бензине. Но специально под это эко-ралли они приготовили 95-й согласно ГОСТу. После полной заправки следует первая серия кругов, имитирующая незагруженный город. Средняя скорость автомобилей в этом заезде составляет 56 км в час. В противном случае пилот может не успеть уложиться в отведенные полчаса и получит штрафные минуты от судей. Далее автомобиль съезжает в техзону на полную дозаправку и проверку давления в шинах. А судей тем временем фиксирует количество сожженного бензина и заносят показатели в сопроводительную каждому автомобилю документы. Далее машину снова выпускают на трассу. Во вторые полчаса идет имитация загородной трассы, где средняя скорость автомобиля не превышает 86 км в час. И по истечении получаса пилот обязан снова остановиться в техзоне и снова повторить все процедуры. После чего его ждет финальный заезд, имитирующий магистраль, средняя скорость которой должен придерживаться участник 112 км в час. Продолжительность всего ралли 24 часа. И за это время, я думаю, мы получим максимально точные данные, наглядно показывающие аппетит представленных автомобилей. Первые участники уже наверстывали круги по Дмитровскому полигону, а мне пришлось ждать наступления темноты. Именно так выпал жребий. И поэтому свой первый заезд я завершил далеко за полночь. Как же холодно и темно. Нужно отдохнуть. И поэтому я отправляюсь в наш кемпер. Хорошо, что организаторы позаботились о отдыхе участников этого мероприятия и предоставили им настоящие дома на колесах. Так что времени у меня всего полтора часа. Пожалуй, я немного вздремну. Но перед тем, как отправиться на боковую, я, пожалуй, помою руки. И проверю, что тут есть в холодильнике. Ну, что и требовалось доказать, коллеги-журналисты все съели. Так что времени мало. Полез спать. Как быстро летит время. Ой, как будто и не спал вообще. Но надо чашечку кофе. И снова в руль. И снова полтора часа по темным дорогам полигона. И я даже не помню, на каком именно автомобиле я ехал. Но это и не важно. Важно лишь стараться максимально мало сжечь топливо и следить за показателями GPS-навигатора, чтобы финишировать вовремя и не словить штраф. После серии своих заездов мне стало интересно ознакомиться с предварительными результатами. Именно поэтому после того, как я распрощался с очередным автомобилем, я прямиком отправился к тем людям, которые знают о происходящем куда больше нас. Я подошел к судьям, чтобы узнать, есть ли какие-то предварительные результаты. Они меня направили вот в этот шатер и сказали, что именно сюда они оперативно присылают все результаты, которые только поступают с трассы. Давайте посмотрим, есть ли у нас явный лидер. Так, давайте посмотрим эту заветную таблицу расхода топлива. Так, все автомобили есть, все пилоты есть. И указан средний расход топлива. И что мы имеем на данный момент? Все думали, что лидером будет Toyota Prius. Но у него есть два конкурента. Seat Ibiza и Citroёn C1. Чуть-чуть отстает Skoda Fabia и прям уж какой-то очень прожорливый оказался Chevrolet Spark. Но не стоит опираться пока что на эти результаты, потому что они предварительные. Более точные результаты мы узнаем, наверное, только после финиша. Спустя какое-то время я снова сел за руль и отправился на новую серию получасовых заездов. И помимо моей усталости наложился еще один важный фактор, который был совсем не кстати. 14-километровое кольцо Дмитровского полигона фактически находится в лесу. И, само собой, неизбежно встреча с местной фауной. И вот сейчас при смене пилотов предыдущий участник мне сказал, что на одном из участков трассы стоит большой лось. И вот теперь я еду и пытаюсь в темноте разглядеть, где же этот лось стоит. Возможно, он уже куда-то ушел, но раз он появился на трассе, это уже такой тревожный звонок. Но я сейчас двигаюсь со скоростью 56 км в час, и поэтому это еще не так страшно. Но скоро дозаправка, после которой скорость увеличится, а потом еще одна, и скорость еще станет выше. И поэтому нужно быть максимально сосредоточенным, сконцентрированным и не забывать о самом главном, собственно, ради чего мы здесь собрались. Об экономии расхода топлива. Ну хорошо, что я преодолел свои серии ночных заездов без инцидентов. Все зверюшки остались живы, а автомобили целыми без повреждений кузовных элементов, которые могли привести к повышенному расходу топлива из-за нарушения аэродинамики. Ну а когда начало светать, участникам Экералли стало намного проще ориентироваться в пространстве. И более того, многие пилоты вместе с рассветом завершили все свои заезды и рассказали нам о своих ощущениях, а также поделились впечатлениями о самом мероприятии. В гражданской жизни у меня машины, которые не потребляют меньше 15 литров на сотни, а в гонке на гоночный автомобиль идет расчет 70 литров на 100 километров в боевом режиме, когда ездят спецучастки, и 30 литров, когда едем в дорожный сектор, перегоны между спецучастками. А здесь мы стараемся уложиться в 4 литра на 100 километров. Это вообще немножко сложное. Для меня, слава богу, все уже закончилось. Я проехал все пять этапов, все пять автомобилей попробовал. Все очень понравилось, интересно, любопытно. Любопытно посмотреть на результаты, сравнить себя с другими, сравнить автомобили с другими автомобилями. В общем, очень хороший и забавный формат. После коротенького опроса участников я отправился на свой финальный полуторачасовой заезд на Шкоде Фабия. И уже по светлу я спокойно совершил все три попытки в трех разных режимах и финишировал в точно указанное время. Все. Для меня соревновательный день закончен. Хотя еще другие участники наматывают круги по полигону. Я пойду немного отдохну и буду дожидаться результатов. Но я решил не ложиться спать, а пообщаться с еще одним очень важным участником. Легендарным Юрием Ивановичем Лисовским, который не понаслышке знает, как нужно устанавливать рекорды скорости. Но вот с рекордом экономичности столкнулся впервые. Я считаю, что это мероприятие такое, какого не было никогда. Ни в Советском Союзе, ни в России. Мне очень понравилось это мероприятие. И организация понравилась. И техника понравилась. Все участники, судейские коллеги. Все было организовано на высшем уровне. Такого еще не было. Ну а теперь самый волнительный момент. Награждения. Которые начали с вручения Кубка самому экономичному водителю, которым стал хорошо знакомый зрителям телеканала «Автоплюс» по программам «Наши тесты» и своими глазами мой коллега Илья Гуревич. Ну а теперь барабанная дробь. Ведь самым экономичным автомобилем в сегодняшнем эко-рали стал «Ситроен Си-1» с расходом 5,332 литра на 100 километров пути. И это при движении в трех разных режимах на протяжении 24 часов. Ну а вообще всех собравшихся поразила плотность результатов. Ведь изначально предполагалось, что и лидеры будут другие. И показатели заметно больше. Но все равно итоги подведены и вы можете ознакомиться с результатами всех автомобилеучастников, которые приведены в таблице. Вот и подошли к концу бессонные 24 часа, проведенные на Дмитровском полигоне. И нам пора прощаться и отправляться домой, в Москву. Но будем надеяться, что такое эко-рали станет традиционным. И уже в следующем году нас снова позовут сюда, на Дмитровский полигон, чтобы проверить, какой же автомобиль самый экономичный в 2013 году. Оставайтесь с нами, смотрите телеканал Автоплюс. Вас ждет еще много интересного.